Всем привет! Вы на канале SEO Quick и сегодня я хотел бы поговорить про так называемые апдейты ядра или core апдейты, как их называют еще в гугле. В частности, что это такое, почему нужно их не бояться, как к ним готовиться, как не паниковать, если ваша выдача начала падать в этом видео. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! В первой главе этого видео мы поговорим, что такое core апдейт, с чем его едят и давайте разберемся с определением. Ключевое обновление Google, так их переводится, core апдейт. Первая новость появилась в 2019 году, 1 августа в частности. То есть это фактически приходится на августовские апдейты. Было более детальное разъяснение, что это за апдейт. Апдейт это, как вы видите, это обновление систем поискового ядра для того, чтобы результаты поиска становились просто полезнее для пользователей. Никаких сверхновых алгоритмов в этот момент не вводится. Никаких новых смен функционала, там слишком больших технических сдвигов во время таких апдейтов и не планируется. Поэтому большинство подобных изменений всегда проходят незаметно, по мнению также Google. Ну и собственно благодаря этому сервисы Google должны становиться лучше и выдавать поиск качественнее. Собственно все эти небольшие изменения, они их и называют ключевые, они происходят несколько раз в год. Их цель помочь пользователям всегда находить нужный контент и соответственно пользователи должны видеть, что результаты поиска, выдачи становятся все чище в зависимости от типов запросов, которыми задают пользователи. Ну и соответственно среди ключевых оценок в первую очередь выделяется одно очень важное. Это контент. Здесь срабатывают так называемые поведенческие факторы, которые определяют какой контент будет находиться в первой странице выдачи, какой не будет. Мы все знаем, что Google проводит ряды экспериментов и определенные вещи появляются из года в год. Если разобраться о принципах работы CoreUpdata, то это можно описать действительно хорошим примером, который приводит сам Google в своей статье. Это то, что представьте себе, что вы сняли список из 100 лучших фильмов, сделали, допустим, создали этот список, условно говоря, в 15 году. В 16 году вам этот список придется пересмотреть, потому что за этот год выйдут новые фильмы. А к 2022 году в этом списке прилично изменится количество фильмов, то есть вам придется убрать из 100 часть фильма, потому что появятся действительно хорошие новые фильмы. И Google сталкивается с ситуацией при CoreUpdata регулярной, в связи с тем, что количество контента, которое находится в сети, растет. За счет этого ему нужно ранжировать тот контент, который по его критериям качества является лучшим. И что такое качественный контент, по мнению Google, мы можем как раз и посмотреть на ключевые особенности. На что обращает внимание Google при выборе качества контента. Первое, это то, что во вашем сайте должны быть только оригинальные материалы. Желательно, чтобы все материалы, которые вы пишете, были исключительно ваши. То есть, если вы делаете репосты материалов, ваша информация является вторичной. Поэтому, если вы действительно предлагаете новую информацию, которая только у вас, здесь вы получаете приоритет. Во-вторых, собственно, если мы делаем тему, мы должны раскрыть ее, раскрыть ее полностью. Например, если мы спросим у Google, что такое CoreUpdate, мы увидим, что Google уже дает часть ответов. Часть ответов появляется в поиске. И мы видим часть запросов, которые появляются в расширенных сниппетах. То есть, которые вываливаются в виде подсказок, типа ЛСАСК или факт вопросов. Поэтому, если вас, допустим, спросить, что такое апдейт ядра Google, и если вы будете смотреть, информация о выдаче будет много отличаться. Но в целом, вы будете видеть, что, допустим, первые статьи, которые находятся в топах, это статьи, которые имеют довольно-таки полную информацию по этой теме. И действительно полную, рассказанную до мелочей, где рассказаны, отвечены на большинство вопросов. Мое видео сегодня направлено на эту же цель, ответить по максимуму на, собственно, вопросы, что такое обновление ядра. И первое, что мы обращаем внимание, это то, что нужно знать, что темы нужно раскрывать полностью, более полно. Поэтому здесь выигрывают темы, которые использовали максимальное количество раскрытой информации. Они не используют длину контента, они используют структуру контента. Если мы посмотрим на эту статью, мы увидим, что количество заголовков, в принципе, достаточно небольшое. Но контента, который тут представлен, достаточно для того, чтобы ответить на все вопросы. Как оно разворачивается, как оно завершается, об этом чуть позже мы все расскажем. Если же мы не являемся первоисточником контента, а фактически являемся агрегатором разного типа контента. Например, мы пишем статью или снимаем видео. Является ли наш контент достаточно переработанным, пересмысленным, чтобы не повторять полностью уже опубликованный контент. Это тоже момент, на который нужно обращать внимание при написании материала для ранжирования. Точно так же, если вы пишете заголовок, он должен максимально информативно отвечать тому, что находится в этом материале. Поэтому уделять внимание заголовкам мы это вынесем в отдельный пунктик. Тайтлы, в частности, дескрипшены и заголовки H1. Нет ли в заголовке названия страницы чего-нибудь шокирующего или преувеличивающего? Само собой, не нужно писать шок, там, Пугачева куда-то там уехала, там, просила Галкина. Это не нужно делать. Такой контент, конечно, может быть интересен. Если вы будете весь контент, который не по теме, сопровождать такими заголовками, рано или поздно в выдаче вы очень сильно просядете. Поэтому, если уже ваша статья посвящена этой тематике, то используйте заголовки, которые максимально освещают информацию, которая происходит, допустим, в том материале, который вы написали. И, конечно же, очень качественно, если вы создали какой-то материал, который хочется добавить в закладки. Здесь на первое место выходят онлайн инструменты, тулы, как мы их можем назвать, как угодно. Любой сайт, у которого есть какой-то инструмент, тул, фактически обречен на то, чтобы ним пользовались регулярно. На нашем сайте есть ряд инструментов, которыми пользуются постоянно. Например, генератор ключевых слов. Это одно из наших изобретений. Если зайти на наш сайт и выбрать, собственно, зайти в утилиты, вы можете перейти в этот генератор ключевых слов. Вот здесь у нас находится меню. Вам нужно всего лишь по ним собирать семантику, фактически собирать подсказки, либо, например, использовать их уже в готовом виде. Допустим, для семантической адреса или контекстной рекламы. Поэтому, условно говоря, генератор ключевых слов, но то он и генератор, что может работать с разными задачами, с разными сервисами и пересекать слова между собой. И люди пользуются такими тулами. Поэтому действительно очень качественным является для продвижения вашего сайта создание таких маленьких инструментов, маленьких помощников для вашего бизнеса. Любой бизнес использует такие инструменты. Если берете любой вопрос, как что-то сделать, как что-то подсчитать, как написать там онлайн заявление, все что угодно, в любом бизнесе вы сможете создать такой же инструмент, как реализован у нас. И, собственно, уже быть уверенными, что ваш контент качественный и никакой core update его не выкидет. И следующий критерий по качеству информации для core update важно, чтобы ваша информация была достаточно достоверна и ее можно было бы где-то опубликовать. В той же ссылке на Википедии сослаться на ваш материал, на ваши исследования, на ваши данные, которые представлены у вас на сайте. Ну и, соответственно, на что нужно ответить из пунктов, это а действительно ли эти данные достоверны? Нет ли там вранья? Проверьте свои все данные на фактчекинг. Если же данные, которые там представлены, устарели, либо формально являются недостоверными, то, скорее всего, после core update ваша страничка может выпасть. Поэтому пересматривайте весь контент, в частности, весь топ контент на сайте, который ранжируется, перечитывайте, вычитывайте его и вносите изменения. Переписывайте даже те статьи, которые у вас сейчас в топе, потому что после core update есть риск, что они могут выпасть. Многие допускают эту ошибку и не трогают то, что работает. Но на самом деле нужно обновлять все материалы, даже те, которые ранжируются до сих пор сейчас у вас хорошо. Поэтому составьте календарь обновления, используйте обычный Google календарь, делайте в нем отметки, когда нужно обновить какую статью, когда нужно что-то в ней дописать. Старайтесь выдерживать интервал в 3-6 месяцев по обновлению каждого материала, за счет этого вам не нужно создавать гигантский блок. Создавайте тот блок, который вы можете потянуть по обновлению и обновляйте его. Еще одной грубой ошибкой при создании контента является то, что мы делаем ищем копирайтеров. Мы идем на биржу, ищем копирайтеров, думаем, что они нам напишут хороший контент, даем им хорошие технические задания. Но оказывается, что не все копирайтеры пишут хорошо. Некоторые пишут машинно, некоторые пишут вообще, ну просто выполняя задачку, чтобы на них не докопались и этого достаточно. Но действительно хороший контент в топе сейчас выигрывает тот, который написан реально увлеченным специалистом, который знает дотошно все мелочи. И если вы действительно работаете с таким копирайтером или таким автором, это действительно большой плюс. На нашем сайте мы постоянно работаем с авторами, разными авторами, которые пишут нам статьи. И следим за качествами этих статей и, собственно, проверяем, какие статьи лучше ранжируются. Некоторые статьи написаны были сторонними авторами и которые дают до сих пор гигантское количество посмотра. Потому что Юлия, собственно, занималась маркетингом в сфере копирайтинга и написала очень качественную статью про заработок на Adwego. Да, на этой бирже копирайтинга тоже можно зарабатывать и для молодых копирайтеров. И действительно, тема очень классная. Получился у нее очень хороший материал. И это действительно писал увлеченный человек. И этот материал, ну, действительно привлекает к себе внимание трафик. Поэтому этот момент, чтобы писали вам копирайтеры, которые реально увлечены делом, это нужно отсеивать на первичном этапе, когда вы переоформляете страницу. В противном случае вы где-то сэкономите 20 долларов на написании статьи, но получите абсолютно бесполезный нулевой результат. Поэтому здесь экономить. Еще мы знаем, что фактически весь Core Update напрямую завязан с апдейта в Your Money, Your Life. И эти все вещи, которые я перечислил, они напрямую оттуда вытекают. Причиной послужило именно огромное количество сайтов США, которые создавались с целью обмана пользователей, введения их в заблуждение. Они в основном были посвящены финансовой кредитной тематике. Да, я знаю, я об этом как раз недавно ролик записывал по поводу лиц маркета и платформ. На самом деле многие люди, создавая сайты, не всегда делают это хорошо. И поэтому, создавая сайты, которые посвящены финансовой тематике, просто на коленке, забивалась выдача такими блогами, которые рассказывали все и вся, написанные тексты непонятно кем. И Your Money, Your Life фактически это была генеральная уборка таких сайтов. Но для того, чтобы периодически отлавливать ошибки работы алгоритма Your Money, Your Life, E-Mule, будем его так называть, и по зачистке U-Mule, начали проводиться вот эти массовые коробдейты по вычистке выдачи. Все сайты, которые касались здравоохранения, финансовой тематики, юриспруденции, в первую очередь попали, как говорится, под раздачу. Сюда же попали и интернет-магазины, у которых есть электронная торговля, возможность оплаты онлайн. Они все тоже попали вот в этот котел, по которому сейчас коробдейт постоянно проходится. Меньше всего затрагивают это контентные сайты, допустим, сайты, посвященные рецептам. И они вообще как были, так и стоят. Их особо коробдейт, я заметил, никак не шатают. Поэтому на этот момент надо обратить внимание, что U-Mule и коробдейты, они связаны напрямую, и об этом намекает даже сам Google. Ну и, конечно же, целитесь в то, что ваша задача создать контент на вашей странице, в котором больше полезной информации, чем та, что встречается на других результатах. Поэтому следующее действие, которое вам нужно будет делать, это парсить выдачу. Берите ваш ключ, парсите топ-100, но лучше топ-10. Топ-10 берите топ-10 и смотрите в этих топ-10, что есть хорошее. Прежде чем писать статью, просто возьмите по ключу топ-10. Мы собираем для своих клиентов, когда делаем это за копирайтеру, топ-3, топ-10 выдачи, чтобы он прочитал весь материал, выловил нужные ему факты. И из этих фактов собрал действительно материал. И вот здесь очень важное заключение. Копирайтер, который разбирается, знает, что выловить в примерах выдачи. Копирайтер, которого вы наняли на какой-нибудь бирже, он пропустит этот пункт. Он просто напишет заголовки, наполнит абзацами, и на этом у вас, как говорится, все. Оптимальный вариант – это действительно искать копирайтеров, которые увлечены, разбираются и любят тему, про которую они пишут. Поэтому они действительно должны быть авторами на вашем сайте, как это реализовано у нас. Фактически, Google создал инструмент, который регулируется как в полуавтоматическом, так и в ручном режиме. Сейчас вы видите на экране инструкцию для работы специалистов по EAT – экспертность авторитета траста любого веб-ресурса, который рассказывает инструкцию, как правильно оценивать сайты по их внутренней шкале. И инструкция для этих специалистов была выложена в публичный доступ для того, чтобы каждый из вас знал принципы, по которым Google аранжирует сайты по этому критерию. И теперь, если вы изучите ссылочку, конечно же, я оставлю в описании, изучите эту инструкцию, приведете к выводам того, что я сказал, на что нужно обращать внимание, вы поймете, что CoreUpdate – это, по факту, ежемесячный, даже ежеквартальный метод зачистки, выдачи по этим правилам. Давайте мы их еще раз пройдемся и перечислим. Во-первых, мы стоит забывать, что очень важно иметь качественный контент. В критерии качества контента входит его уникальность, отсутствие фактических ошибок, отсутствие орфографических и стилистических ошибок, структурированность информации, то есть меньше абзацы, но больше полноты в них, графическое наполнение, само собой, то есть статья должна быть действительно легко читаемой и содержать все необходимые материалы, правильно прописаны title, description и заголовок H1, и очень важно, чтобы этот сайт вызывал доверие, на нем можно было бы что-то купить, и если что-то можно купить, вы могли с легкостью доверить этому сайту деньги, и, конечно же, сайт должен нести дополнительную ценность, полезность, которая позволяет даже сохранять ссылочки на эти сайты, на эти магазины, которые, не важно, что это будет, у себя в закладках. Такими сайтами хочется делиться, на них создан контент, который приносит, ценность, и ей можно поделиться как у себя в соцсетях, так и действительно оставить ссылку в Википедии, потому что информация, которая там расположена, является полезной. Вот простой список правил, которые нужно придерживаться для тех страниц, которые вы хотите, чтобы были в топе. И если учесть, что COVID-19 постоянно нам сдвигал строки core-апдейтов, на самом деле core-апдейты начались гораздо раньше, чем реально заявляет в 2019 году. Я изучил историю всех апдейтов, начиная с 2016 года и начал обращать внимание, что именно классические core-апдейты начали появляться по факту с февраля 2017 года. Можно так сказать, это были первые пробы. И они начали появляться вместе с полноценными апдейтами, которые были при обновлении алгоритма и обновлении ядра. Если мы будем смотреть, вот первый core-апдейт, это был в марте 2018 года. И вот так называли там первые core-апдейты, которые выходили в те годы. Собственно, потом еще появлялись другие, вот апрельские 2018 года, как видите. Потом был медик core-апдейт, тот самый, который медицинский апдейт. Your money, your life уже, собственно, начали выкатывать. И потом уже пошли они, вот собственно, в том виде, как мы их знаем и как мы, собственно, про них вот сейчас и почитали. Поэтому история реально апдейтов началась немножко раньше. Следующее, что нужно знать, есть специальный сервис Simrush Sensor, который очень классный. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. Который позволяет вам посмотреть, что происходит в данный момент с выдачей. Условно говоря, легко запомнить простое правило. То есть стабильность выдачи измеряется вот простым таким графиком. И чем ближе, как шкала землетрясений, к десятке, тем, говорится, больше всего вероятность, что в это время и был апдейт. Если мы посмотрим, здесь стоит 8 мая, давайте мы отмотаем не на 8 мая, а здесь максимально 8 мая. Жаль, нельзя мотать слишком далеко. Если можно посмотреть на текущий день, можно посмотреть, уже отмотать этот 8 мая и посмотреть, что вот тогда уже, собственно, он начал спадать. И сейчас он обратно начинает выкатывать. Если можно посмотреть сейчас на сегодняшней дате, то фактически апдейт у нас разворачивается только вот сейчас. То есть новая волна апдейта раскатывается по новой. Этот инструмент позволяет вам вовремя мониторить, что происходит с выдачей. Как вы видите, классический апдейт начался выкатываться 25 мая. И отдельно тут был апдейт, посвященный выдаче обзоров, то есть изменения обзоров выдачи в США. Можно посмотреть также дату базы любой другой страны. Правда, тут не так много, но можно посмотреть, что, допустим, происходило в каждой из стран. Действительно, выдача в каждой из стран, она действительно менялась. Удобный тул, который позволяет посмотреть, какая действительно ниша больше всего тряслась, где было больше всего изменений. Вот вы видите, в какой сфере больше всего происходило тряски. Ну и можно посмотреть, что больше всего тряски. Вот новостные издания зацепило, сайта здравоохранения чуть меньше в этот раз. Бизнес зацепило, как видно. И, собственно, мы видим развлечение. Arts Entertainment активно очень изменялась. Резюмируем. Инструмент действительно классный. Пользоваться ним для оценки того, что происходит с выдачей, очень полезно. Поэтому, если вдруг вы через три месяца столкнулись с картиной, что что-то происходит с вашим сайтом не так, заходите по этой ссылочке и смотрите. А может, это со всеми сайтами что-то происходит не так. И во время CoreUpdata ваша задача понять, где вы, как говорится, что-то проморгали. Обычно после CoreUpdata вылезут те странички, которые оказались лучше, как те фильмы, которые попали в новый список. Давайте все-таки перейдем к реалиям. Чем же отличается последний майский апдейт 2022 года ядра от других? Про другие можно найти множество информации, как у нас в аудиоподкастах, так и в целом по всему интернету. Но этот апдейт я действительно накопал кое-что интересное. И я думаю, вам будет интересно. И мы перейдем на твиттер Мольте Ладвера и почитаем, собственно, что он предлагает. Что он нашел, накопал, как говорится, в выдаче. И, соответственно, он провел исследование в выдаче через 7Rush и Systrix, понять, что произошло. И он решил проверить сайты, которые больше всех упали, больше всех поднялись, и обнаружил интересную информацию, что начало лучше работать видео вместо текста в выдаче. То есть в выдаче стало чаще мелькать видео. Также начали мелькать так называемые специализированные задания против универсалов. Условно говоря, если у вас есть СМИ, которые пишут от войны до пирожных, оно проиграет одному сайту, посвященному войне, и другому сайту, посвященному пирожным. То есть сайты специализированные по контенту, вы начали выигрывать. Ну и, конечно же, по лучшему, соответственно, намерение поиска. И, собственно, в видео он заметил, что очень много победителей. То есть фактически начал отъедать трафик TikTok. Он начал ранжироваться YouTube. И, соответственно, мы понимали, что рано или поздно TikTok начнет ранжироваться. У него есть все предпосылки для того, чтобы ему было чем ранжироваться в выдаче. Те же теги, те же описания. Все там есть. Поверьте мне, SEO-шники в TikTok скоро придут. Поэтому я в этом более чем уверен. И видеосайты начали расти, как говорится, на 25%, если посмотреть сейчас на данный момент по графике, который есть в Титере. С новостными изданиями, что тоже очень интересно. Те, которые пытались ранжироваться по всех критериях, они потеряли 4% своих позиций. В то время как специалисты, связанные в этих изданиях, начали расти на 5%. И это вот тоже интересный вариант, что стоит обратить внимание. Если у вас сайт с размытым контентом, то есть у вас есть контент, который размывает вашу аудиторию, его проще удалить. Забыть о его существовании, либо вынести его на поддомин на другой тип сайта, чтобы он не мешал ранжироваться основному вашему сайту. То есть идея на вынос контента в другой тематике на поддомин, это действительно здравая мысль сейчас в наших реалиях. Ну и, конечно же, о Джонни Деппе, если там какие-то новости популярны, это не значит, что это именно ищут люди, когда они там ищут какие-то другие вещи. Вот этот момент тоже нужно оценивать. То есть прямое в соответствии выдаче, оно никуда не делось и никуда не пропадает. Интересный момент по поводу того, что веб-сайтов, которые являются википедиями, словарями, то есть тексты песен. То есть вики были очень нестабильны, то есть многие сайты как побеждали, так и проигрывали. То есть нет четкой стабильности, что происходило с этими сайтами. На самом деле вики-сайты, они всегда, вот именно сайты, которые созданы по типу википедии, фандомы, так называемые, самая известная сеть таких сайтов, они, конечно, всегда сгребут много выдачи, но да, они начинают просаживаться уже вот этим сайтам-специалистам, которые были рассмотрены выше. Ну и, конечно же, что интересно, вот еще обратить внимание, сайты, которые, допустим, содержат странички по любой теме, то есть у них, собственно, всегда проблема будет с выдачей. Но в целом, вот если посмотреть на картинку, вы можете увидеть, что как раз почти все сайты из этой тематики свою выдачу потеряли. Ну и вернем к последнему моему твиту, что он здесь обратил внимание. Это по поводу того, что сайты, которые улучшились, поднялись, в основном, да, действительно, прямое соответствие запросу начинает выигрывать больше. То есть начинают выигрывать сайты, которые видят, что контент, который даже находится на вики-сайте, не полный, устаревший или давно не обновлялся. И любая свеже написанная материал статья может с легкостью их перебить. По поводу выводов. Видеоконтент, это действительно интереснейший вывод, на который мало кто сейчас бы обращал внимание. Все мои диалоги с клиентами сводятся к тому, что я всем напоминаю, что нужно создавать YouTube-канал, нужно начинать вести ваши видеоконтенты, и нужно заниматься их поисковой оптимизацией. Потому что буквально вот уже майский апдейт 22-го года сказал, что видео скоро будет появляться в выдаче. Я более чем уверен, что осенью вся выдача, которая связана по какой-то информационной тематике в стиле как, что, где, какие-то инструкции, какие-то простенькие ответы на вопросы, будет вся забита простой выдачей в виде YouTube-ов или даже TikTok-ов. Я уверен, что и TikTok скоро будет отжимать у YouTube-а фактически весь информационный контент, который там есть. Поэтому майский апдейт это первый, уже точнее, даже не первый, это уже пятый или шестой звоночек по поводу пользы видеоконтента. Мы ведем наш YouTube-канал уже более двух лет, и за эти два года мы знаем, что действительно YouTube перевернул наш взгляд на SEO, и это действительно будет трендом следующих. По нашим наблюдениям мы заметили следующее, что апдейт Google-а, майский core-апдейт, отличился тем, что он начал, совпал фактически с появлением большего количества расширенных сниппетов в выдаче. Это довольно интересная информация, мы об этом рассмотрели в нашем прошлом посте Telegram, и этот пост сейчас я выведу. Так, первое, что бросается в глаза, да, действительно подтвердилось то, что количество расширенных сниппетов Frequently Asked Questions начало расти. Да, потому что в какой-то момент они исчезли с выдачи, и внезапно они вернулись. Именно это обратили внимание на сервисе RankRanger, ссылочку на тот же сервер я оставлю, сервис оставлю в описании, обнаружилась такая информация, что именно количество how-to и факт сниппетов резко пошло вверх. У нас подозрение связано, что здесь факт сниппета имеется в виду и именно расширенные сниппеты, которые появляются по любому запросу how-to, не всегда размеченный факт. Хотя на самом деле здесь именно в статье говорилось про них. Но мы заметили другую тенденцию. Количество именно расширенных сниппетов тоже начало расти, если смотреть по этому же сервису. И если обратить внимание, то фактически связка появлением обратного возврата к появлению факт сниппетов, которые показываются под контентом, это первый звоночек майского апдейта. Все-таки они пересмотрели, где есть качественные ответы и начали выводить. Второй момент, на что можно обратить внимание, это, конечно же, про все ли все сайты с плохой оптимизацией по EAT. Что такое EAT, я рассказывал в прошлом видео. И этот алгоритм действительно является краеугольным камнем вообще всех core апдейтов. И без EAT ему нельзя говорить про core апдейты. Они попросту связаны. Следующий момент, это искусственный интеллект гугла, который будет работать по расширенным сниппетам в большем количестве. Потому что расширенные сниппеты, они появляются в выдаче очень часто сейчас. И мы заметили, что они мелькают уже фактически по всем темам. И появляются уже, так называемые, похожие запросы, которые вот фактически создают бесконечную гармошку для чего угодно. То есть, вы можете создавать фактически контент, читая гармошку и выписывая ответы оттуда и собирая большой лонгрид просто из people also ask или так расширенных вопросов. И искусственный интеллект собственно этого апдейта начал очень активно работать. Нам стало гораздо легче фактически собирать семантику по любой теме, потому что в зависимости от того, в каком языке наша тема популярна, я легко смотрю и вылавливаю эти запросы и по ним формирую весь контент, который мне нужно учесть в материале. Например, те же заголовки H3 для материала. Я могу просто собрать с people ask вопросов не пользуюсь платными сервисами. Следующий момент, с чем отличился майский апдейт, это то, что он совпал с одновременно введением алгоритма расширенного отслеживания конверсии в AdWords. А без этого алгоритма я думал вообще как-то странно, что они совпали на майской конференции ввели обязательную рекомендацию для AdWords аккаунтов, которые ведут рекламу в интернет-магазинах в частности, на которых настроено отслеживание конверсии. Добавился функционал по отслеживанию расширенного отслеживания конверсии там согласно определенным правильным алгоритмом одностороннего хэширования. Ссылочку на эту собственно инструкцию я оставлю в описании, но интересная информация, то, что мы заметили, что его появление совпало с выкаткой майского апдейта. связанное или нет. Я думаю, что настройка его будет как минимум обязательной для тех, кто льет рекламу и полезной для тех, кто эту рекламу на данный момент пока что не льет. Ну и, конечно же, следует вспомнить, что из последнего, чем отличаются все корр апдейты, они уделяют внимание, конечно же, всегда мобильной версии сайта. Удобная читабельная мобильная версия сайта является сейчас просто приоритетом. И майский апдейт тоже отличился тем, что как раз именно показал, что выдача очень важна, чтобы у вас была хорошая, грамотная мобильная версия. На этом, собственно, разбор майского апдейта я могу закончить по одной простой причине, что вы сможете дополнить его в комментариях. Пишите в комментариях все, что вы знаете про этот апдейт, как коснулось вас или не коснулось, и коснулось там, поднялось или упало, можете дать мне ответы в комментарии. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, задавайте вопросы, и я буду на них отвечать. Всем пока-пока.